здравствуйте с вами елена поздеева и рубрика мир женщины не переключайтесь будет интерес сегодня я познакомлю тебя с древней практикой которые использовали наши предки для крепких отношений хочешь построить крепкие отношения без конфликтов чтобы эти отношения приносили себе только радость возьми эту практику себе на заметку и так практика называется договоры наши предки договаривались совсем даже с предметами в доме они считали что каждый предмет имеет свою энергетическую структуру свой дух и договорившись например со столом чтобы он всегда был изобильный хозяйка всегда украшала его и стол всегда был изобильный потому что выполнял свой контракт также и в отношениях любые отношения у наших славян начинались с договоров договориться с партнером на берегу представьте вы стоите на берегу к вам подъезжает большой лайнер там капитан ваш будущий муж он зовет вас прокатиться по океану жизни вместе с вами и вы такие заходите на борт корабля на борт лайнера со своими правилами со своими ожиданиями и вы не знаете куда плывет этот лайнер вы не знаете какие функции вы будете выполнять на этом лайнере вы не договорились и на середине океана вы уже выхватываете руль капитана хотите плыть на один остров хотя капитан был совершенно на другой поэтому на берегу очень важно договориться на берегу ваших отношений что вы будете делать на этом лайнере что будет делать капитан на этом лайнере куда вы плывете в конечном итоге и И вот этот договор, он сразу снимает огромное количество конфликтов, потому что конфликты, как правило, бывают по трем или четырем сферам вашей жизни. Например, конфликты по поводу денег, детей, дома и, к примеру, деятельности, работы. И каждый раз конфликт только на этой почве. На почве одной какой-то недоговоренности могут на протяжении дня быть пять конфликтов. Поэтому так важно договориться. По финансам, как они распределяются. По детям, где они учатся, кто за них ответственный. По работе, кто работает, кто не работает, с кем вы работаете и так далее. То есть вы договариваетесь. И, возможно, даже вы заведете книгу семьи, вашей семьи, книгу с традициями, с правилами, с какими-то договорами, которые, возможно, вы потом передадите своим детям как наследие и как дар вашим детям о том, что вы нашли вот этот вот секретик, который стер конфликты из вашей семьи. И тогда, когда вы договариваетесь, все. Договор-то что значит? Значит, одна позиция у одного человека, другая позиция у другого человека. И вы находите что-то третье. Не то, что один перетаскивает другого. Вы находите середину. И не туда, и не туда. Чтобы всем было хорошо в этом договоре. Договор — это не принятие условий другого человека. Это договориться найти середину. И вот вы находите эту середину. И тогда вы ее прописываете. И если, например, кто-то не выполняет свою договоренность, он берет ответственность на себя и говорит, я не прав, исправлюсь. Все. Таким образом вы освобождаете огромное количество энергии на построение действительно отношений, на построение пространства любви. Вместо того, чтобы тратить энергию на конфликты, которые основаны на недоговоренности. Желаю вам любви, счастья в вашей семье. С вами была Елена Поздеева и рубрика «Мир женщины». Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами я, Лысика Виктория Александровна, врач-дерматовенеролог, косметолог и ведущий специалист Центра косметологии и нитевых технологий «Века Долин». Также являюсь ассистентом кафедры и много преподаю для коллег. Но сегодня я буду для вас интересна информацией о том, есть ли методы, как остановить процессы старения, но сохранить при этом именно свое лицо. Также, какие пациенты дадут максимальный результат на данной методике и какие есть противопоказания. Итак, не переключайтесь. Часто на прием приходят пациенты, которые очень хотят сохранить эстетику именно своего лица и ни в коем случае не измениться кардинально негативную сторону после эстетических манипуляций. И для таких пациентов мы предлагаем нитевые технологии. И мы умеем работать с помощью армирующих методик. Это методика, которая позволяет остановить процессы старения и сохранить лицо максимально долго во времени. Такой каркас, который с течением времени держит лицо в прекрасном состоянии. И даже если вы потом решите обратиться к пластическому хирургу, он не скажет ничего вам плохого. Он будет рад, потому что вы сохранили эстетику своего лица. Для тех девушек, которые постарше, эффективны лифтингующие методики на нитях. Это возможность уже не только сохранить эстетику лица, но и немножечко переместить ткани против силы гравитации. Давайте посмотрим, какой портрет пациента наиболее подходящий для нитевых технологий. Давайте посмотрим на портрет пациентки, которая идеально подходит на нитевые технологии. Это девушка с умеренной массой тела, но есть уже провисание носогубного жирового пакета и брыльной части. Обычно такие пациенты приходят к нам и говорят, «Доктор, хочу, чтобы было вот так». И если при легком движении тканей в зоне около ушей вы видите, как хорошо расправляется носогубная складка и уходит брылька, это идеальный вариант для нитевых технологий. Посмотрите, как хорошо нашей Ирине, если мы приподнимем правую половину лица. Правда здорово? Я применяю в своей работе только рассасывающиеся материалы. То есть это те методики, которые полностью биодеградируют из тканей и не оставляют никаких последствий. Для этого мы используем нити на основе полимолочной кислоты. Страшно звучит, я знаю, но полимолочная кислота – это королева коллагенообразования. После того, как она имплантирована в ткани, на её месте образуется прекрасный новый поддерживающий коллаген, который, к несчастью, начинает в наших тканях разрушаться уже с 25 лет. И поэтому именно нити на основе полимолочной кислоты – это препарат выбора. Для того, чтобы ваше лицо оставалось красивым, молодым, сияющим, юным, именно таким, какое оно было много лет назад, ну или совсем недавно. Давайте посмотрим, как выглядит портрет пациента, который совершенно не подходит на нитевые технологии. Это пациент с деформационно-отёчным орфотипом, с избытком массы тела. И, конечно же, такой вес тканей, он просто стремительно падает вниз. И никакая ниточка не может справиться с тем, чтобы подтянуть эти тяжёлые жировые пакеты на лице. Но такие пациенты – идеальные пациенты для аппаратных методик. И для этого у нас также есть широкий парк процедур. А сейчас я вам покажу портрет пациента, который, скорее, не подходит под нитевые технологии – это Ольга. У Ольги больше деформационно-отёчный морфотип старения, выраженный вес носогубных жировых пакетов и брыльной части. Если мы попробуем переместить ткани, особо они не перемещаются. Поэтому Ольга – прекрасный пациент именно на аппаратные методы, как я вам уже говорила. Но мы не отчаиваемся. После того, как мы уберём вес тканей, можно будет облегченные ткани проработать ниточками и эффективно подтянуть в среднюю треть лица. И такие пациенты уже после проработки тканей на аппаратных методах будут потрясающими кандидатами для нитевого лифтинга. И мы их с радостью продолжаем вести в наши клиенты. Ну и, конечно, всех беспокоит реабилитационный период. Как долго будет длиться период восстановления тканей? Для нас, как для врачей, реабилитационный период длится в течение месяца. Мы этот период очень переживаем за ваши ткани. Как вы заживаете? Есть ли отёчность? Нет ли контурации нитей? И всегда пациент приходит на осмотр к своему лечащему врачу по тому плану, как врач ему прописал. Ну а если мы говорим про вас, то вы воспринимаете, что реабилитация всего лишь 7 дней. Потому что это период, когда проходят, возможно, какие-то гематомы, отёчность и ткани в целом выглядят уже в очень хорошем состоянии. Поэтому есть два понятия, что такое реабилитация. Реабилитация врачебная и как это воспринимает пациент. Вы воспринимаете всегда легче. Что ещё будет являться противопоказанием для нитевых технологий? Конечно же, активный инфекционный процесс в зоне предполагаемой работы. Это относится к герпес-вирусной инфекции и к активному течению акне, каким-то ещё воспалительным процессом. И, конечно же, если вы заболели, у вас высокая температура тела, то не нужно приходить к врачу эстетической медицины. Обратитесь за помощью к врачу-терапевту для того, чтобы поправить своё здоровье. И как раз нитевые технологии – это идеальный инструмент для тех, кто хочет сохранить эстетику именно своего лица. И напомню, что используемые нити, по крайней мере в моих руках, это просасывающиеся ниточки. То есть они полностью биодеградируют из ваших тканей, и вы остаётесь со своим исходным лицом. Но зачем они нам были нужны? Для того, чтобы ткани переместить и зафиксировать против сил гравитации выше, как это было 10 или 15 лет назад. Также эта методика является прекрасной профилактикой старения для тех пациентов, у кого очень слабая, тонкая, соединительная ткань на всём лице, и кожа легко оттягивается. Для таких пациентов мы используем армирующие нити. Это методика более молодого возраста – 30-35 лет – как профилактика и как первое лечение первых признаков стаида. На этом наш выпуск подошёл к концу. Сдавайте свои вопросы прямо в комментариях. Я на них с удовольствием отвечу. Мне всегда интересно, что интересно вам. Насколько мы ещё можем быть вам полезны. Итак, до встречи. С вами была я, Лысикова Виктория Александровна. До новых встреч в эфире. Всем привет! С вами я, Александр Шамин. И это рубрика «Всё о кино». В каком фильме Романа Полянский снялся актёр Александр Петров? Узнаете о самом дорогом французском фильме с участием Джонни Деппа. Душевные фильмы, которые можно посмотреть вместе с детьми. Топ-5 фильмов, которые рекомендуют звёзды. А этот фильм поразит вас игрой актёров. Сегодня я расскажу вам о душевных фильмах, которые можно посмотреть с детьми. Фильм «Деревья на асфальте». Фильм о необходимости заботы о старшем поколении. Фильм «Меньше среди братьев». Фильм поднимает проблему морального выбора. О том, как храбрый на войне человек в мирное время может стать приспособленцем ради карьеры. Фильм «Сад». Воспитанники детского дома решают посадить яблоневый сад в честь бывшего директора. А вот почему вы узнаете, посмотрев этот замечательный фильм. А это та самая звёздная новость. Знаете, какой самый дорогой французский фильм? Это фильм «Жанна Дюбари». В фильме снялся известный актёр Джонни Депп. Бюджет картины составил 22,4 миллиона долларов. Это один из самых громких премьер в Каннах. Этого вполне достаточно, чтобы посмотреть данную картину. А этот фильм, который ждут все. В фильме актёр Александр Петров заявил, что снялся у режиссёра Романа Полански. Фильм «Дворец» Романа Полански обещает стать сатирической комедией, иронизирующей над богатыми и знаменитыми. В фильме также снялся Микки Рурк. Актёр Петров признался, что работа с Полански была исполнением его детской мечты, так как режиссёр относится к кино как к чуду и вносит элементы чуда в каждую деталь своих фильмов. Этот фильм появится в ноябре этого года. А вы ждёте этот фильм? А это та самая звёздная новость. А сейчас я вам расскажу об актёрах, которые сняли оскароносное кино. Марлон Брандо. Он сел в режиссёрское кресло только однажды. Он снял Вестер, Одноглазый валет. Фильм получил Оскар, а сейчас картины имеют культовый статус. Не получаешь ролик, который тебе нравится? Так сними же ты свой фильм. Так, видимо, подумал Оран Биттик. Он сам сыграл, срежиссировал и написал сценарий к фильму «Небеса могут подождать». Фильм «Красный» принесли ему уже 12 номинаций на Оскар. Режиссёр Джендель Вашингтон выступил в качестве актёра, режиссёра и продюсера фильма «Ограды», основанного на Бравейской постановке. Эта семейная драма получила 5 номинаций на Оскар, включая лучший фильм года. А сейчас топ-5 фильмов, которые рекомендуют звёзды. А какие Ваши любимые фильмы? Вот сейчас лето, много фильмов. «Интерстеллер», я под него в конце всегда плачу. А ещё, может быть, какие-то наши русские? Конечно, мой друг снял «Ёлки», Женя Кулик, последние. Вот, обожаю. И «Чебурашка». Спасибо большое. Ну и «Серго» ещё, «Серго» снял фильм. Подписывайтесь на канал «До семнадцати и старше», ставьте лайки и пишите свои комментарии. А с вами был я, Александр Шанин. Всем привет, друзья! И с вами я, Хамков Рома. И вы смотрите топ-5 горячих новостей о российском и зарубежном шоу-бизнесе. Из выпуска вы узнаете, какая звезда затмила всех других актрис, сколько раз Клаву Коку звали замуж, Настя Ивлеева о самой дорогой покупке в своём гардеробе. Правда ли, что Валя Карнавал и Саша Стоун расстались? О чём снимает клип девица Настя Годунова? А вот и первая новость. Смотрите до конца, и вы все узнаете. Саша Стоун и Валя Карнавал больше не пара. Я свободный человек. Просто в жизни так происходит, что бывает всё здорово, а потом в один момент, наверное, нет. Но всё, что не делается, идёт к лучшему. Я никогда не останусь один, потому что со мной Бог. Он всегда рядом со мной. Я это чувствую. Он меня ведёт той дорогой, которой надо. Поэтому я никогда не одинок. Я всегда чувствую эту поддержку. Поэтому, ребят, живём, растём, работаем и двигаемся дальше, заверил Александр. Он уточнил, то, что поддерживать общение с Валентиной больше не собирается, и подкрепил своё решение тем, то, что дружбы между парнем и девушкой не существует. Ещё в апреле Саша делился подробностями о предстоящей свадьбе с Валей. А торжество было намечено на лето. Предлагаю вам короткое видео. Внимание на экран. У меня начались полноценные съёмки на телеканалах, в различных проектах. Я нашёл, обрёл самый главный видос в жизни. У меня это самое главное, что произошло в этом году. Голос дрожит. Видно, что не отпустило. Это я после студии записывал трактное. Нет, так... Главное, что желаете успеха? Тебе тоже. Держись, мужик. Я рад, что вернусь. Просто не женись, не люби никого. Будь один, верь в себя. Только ты самое главное в твоей жизни. Нет, брат, хочу семью, хочу детей. Я верю. Верю в искренний лепорт. Веришь? Да, и у тебя тоже будешь. Я уверен. Ну ладно. Ты с чего увидишь? А вот и вторая новость. Такого вы ещё не слышали. В Москве состоялась торжественная премия «Золотой эфир». В Golden Palace собралось всё сердце медиаиндустрии. Туда пришли певцы и звёзды шоу-бизнеса, чтобы отметить окончание медиа-сезона. Акул медиаиндустрии пришли поздравить такие певцы, как Анита Цой и Митя Фомин, а также актёр Евгений Герчаков. Почётной гостей стала певица, актриса и даже телеведущая Настя Годунова. Сейчас Настя снимает свой клип. Она поделилась, как это было, в своих соцсетях. Внимание на экран. Песня «Солнце рядом» — это молодёжная песня про те самые отношения, из которых девушка никак не может выйти. Моя героиня — та самая девушка, которая стала заложницей в таких болезненных отношениях, в котором, возможно, есть абьюз, какая-то нездоровая ревность, где царит неуважение к своему партнёру, к своей партнёрше. И «Солнце рядом» — это некая аллегория того, что нужно выходить из таких отношений и всегда знать то, что солнце — это тепло счастья на твоём пути. Слушайте песню, смотрите клип. С вами была я, Настя Годунова. А вы ждёте релиз клипа? Вам нравится творчество Насти? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну а третья новость вас удивит. Настя Ивлеева назвала самую дорогую вещь из своего гардероба. Ей стала кожаная косуха от парижского бренда «Enfas Riches de Primis» за 1 миллион рублей. Цена за лот вполне оправдана. Коллекции марки лимитированы. Телеведущая решила вдохновить своих поклонников на модные идеи и выложила в соцсети аутфит в стиле вестерн. Спойлер — получилось очень стильно. Настя выложила в личный блок фотографии, на которых позировала в платье с разрезом из тёмно-синей джинсовой ткани. К нему она подобрала объёмную куртку из такого же материала и чёрные казаки. Звезда не забыла про аксессуары и добавила к аутфиту стерги кольца и массивные серебристые цепи. Четвёртая новость точно поразит всех. Клаве Коке за один вечер сделали 13 предложений руки и сердца. Популярная певица Клава Коке выступала со своим концертом в Санкт-Петербурге. И во время концерта аж 13 мужчин подарили ей обручальные кольца. Пустые бархатные коробочки и куча букетов. Клава Коке всё это выложила в свой личный блок. Позже, отвечая на вопрос, сколько всё-таки предложений были настоящими, она ответила то, что все были настоящими. А также она все 13 раз сказала «да». А вот за кого же всё-таки Клава Коке собирается замуж, пока неизвестно. Видимо, певица не хочет делать личную жизнь публичной. А вот и пятая новость. Именно о ней говорят все. В сети объявилась неожиданная звезда, которая утерла нос всем коллегам. Любовь Аксёнова утерла нос всем звездам кинематографа. Никто и подумать не мог, что именно звезда Мажора станет самой популярной в 2023 году. По данным Кинопоиска, актриса снялась за год больше, чем другие. Но за этот год она успела принять участие аж в пяти проектах. В их числе новый сериал «Жить жизнь», который пользователи портала засмотрели буквально до дыр. А какой твой любимый сериал и актриса? Пиши в комментарии. На этом наш выпуск подошел к концу. А с вами был я, Хамков Рома. Подписывайтесь на наш канал до 17 и старше. Я жду ваши комментарии. А также не забывайте ставить лайки. Всем привет! Вы смотрите рубрику «Это интересно». А с вами я, Настя Гднова. Так как я очень сильно люблю животных и у меня у самой есть померанский шпиц, наша программа не смогла остаться равнодушными и не посетить прекраснейшую выставку про звезд и их домашних питомцев. Очень доброе ощущение от всех этих фотографий исходит, что не так редко встречается в нашей жизни. Любое общение с животным, наверное, о любви. В самом широком смысле этого слова. Наверное, именно поэтому так выставка и называется. «У любви четыре лапы». Очень хорошее, кстати, название. И очень приятно здесь видеть половину-половину выставки общих знакомых. Он, посмотреть-то, Сергей Цыгаля. Он, по-моему, счастливый человек. И они прям живут душа в душу. Собаку вообще ребенок должен расти обязательно с собакой, потому что тогда он наверняка не вырастет садистом. И мерзавцам все-таки все автоматически. Значит, когда у тебя собака в доме, то ты должен за ней ухаживать, ты должен ее кормить, ты должен с ней гулять, ты должен ее лечить, ты должен ее расчесывать, чистить зубы, стричь ногти, масса всего. А когда заболевает, то вообще катастрофа. Ну и со временем, естественно, собака становится абсолютным членом семьи. Тем более, если это такая собака, как у меня, которая размером с человек и, в общем, вполне с человеческим характером. Мы завели его совершенно спонтанно, совершенно неожиданно, не собирались абсолютно. Но теперь не представляем без него своей жизни. Потому что есть такое высказывание, что каждый человек считает, что у него самая лучшая собака на свете. И каждый из них не ошибается. Вот я с этим полностью согласна. Работа адвоката очень стрессовая. Это суд, тюрьма, мне приходится ходить. Там человеческая беда, несчастье. То есть это постоянно негативная энергия, ничего радостного. И вот Бенечка стала самым лучшим, как это сказать, успокоительным или стрессовыключательным. Потому что я прихожу, никто так мне не радуется, как он. Он лизнет тебя в нос, он тебе рад. Поэтому это самое прекрасное существо на свете. Мне кажется, что собаки – это все, чему человек пытается научиться всю свою жизнь. Любить просто так, быть преданным, не желать большего, быть благодарным. Все мы учимся, и не всегда у нас это получается. А собака всем этим обладает. Поэтому это такое лучшее творение Божье на земле, как мне кажется. Вот я сейчас вещи, которые уже на мне не сходятся, потому что это было 10 лет назад. И мы эту коллекцию делали со Светой Коннаген. Вещи из той коллекции, которую мы совместно сделали, они до сих пор греют душу, особенно собачникам, потому что это такие вещи со следами собачек. Я поэтому и надела этот плащ для того, чтобы в тему выглядеть. Собачья история – это отдельно, это очень ответственно. Я думаю, что я когда-нибудь, может быть, этим займусь. Но сейчас мы делаем, например, верхнюю одежду для хозяев. Но иногда они запрос делают на то, чтобы в комплекте с их, например, дубленочкой было что-то у питомца. Это всегда очень трогательно. Идея этой выставки родилась в этой галереи вместе с арт-директором этой галереи. Так как я снимаю животных давно, снимаю для рекламы, снимаю для благотворительных фондов. И мы подумали, что в наше время не хватает таких положительных эмоций. И я считаю, что животные – это одно из немного, то немного, что нас их объединяет, всех людей. Я хотел просто, скажем так, добавить какой-то позитива, эмоциональность в нашу жизнь. И пригласил участвовать всех, либо своих друзей, каких-то известных, неизвестных людей, которые могут сделать такие семейные фотографии, где люди могли бы показать себя, какие они есть, потому что они раскрываются совсем по-другому. Когда ты общаешься с человеком, либо ты еще на экране, или ты общаешься на каком-то там светском рауте, это один человек. А когда рядом с ним его собака или кошка, он совсем другой человек, он настоящий. Это было всегда интересно, эти эмоции, видеть эту дружбу, любовь между ними. Эту вот любовь, безусловную, которую животные нам дарят, я хотел презентовать. И призывать людей любить друг друга, любить своих животных так, как они любят нас. Я призываю ответственно относиться к заведению животных, это первое. Потому что если вы, скажем, относитесь к этому просто как какой-то блажей, игрушки, то это может кончиться трагически хотя бы для животного. А ваши дети или ваша семья, она на самом деле увидит плохой пример в этом, и это может сломать жизнь вашему ребенку потом. Он увидит, что можно так вот предать. Зачем вам это надо? Подумайте об этом. А если уже завели, будьте любезны, ответственны относиться к этому. Это злое существо, оно так же страдает, как ими все. Может, оно не умеет читать, но любить оно точно умеет. Я был против собаки дома, резко против. Прихожу на свой день рождения, и меня ждет малюсенький мокс. Я устроил дикий скандал, совершенно дикий. Сказал, что гулять с ним не буду никогда, что это ответственность тех людей, кто ее принес. Все, вот просто. И через полгода это самое любимое существо стало. Казя со мной уже 8 лет, Казимет. Это абсолютный мастер-цигун. Это кот-пес, как я называю, он спит 24 часа в сутки. Самая лучшая собака в Москве – это, конечно, мопс. Он не будет вас в 5 утра, чтобы бегать, он не грызет мебель. Он всегда в хорошем настроении, если его покормили. Ну, как и я. То есть мы очень одинаковы. То есть когда я хорошо поел, я себя хорошо чувствую. Я ни на кого не кричу. Казя меня всегда поддерживает. Захотели собачку – пообщайтесь с людьми, у которых есть эти породы. Поговорите о плюсах, о минусах. Это несложно. Но в Москве огромное количество собачников, хорошее. Так что вам всегда поможет. Выбор породы. Жена моя. Жена моя. Вот когда мы еще женихались, она мне, как ты сказал, что мне никогда в жизни не разрешали. Большую заману. Я говорю, господи, что ты хуй, кого, кого? Я хочу каны. Она говорит, каны-корсы сразу. Она была готова ответа. И на следующий день мы поехали, купили каны-корсы. Мы, ну как, мы выбрали боба. Вернее, если вы разбираетесь, то вы должны понимать, что это собаки выбирают, а не мы совсем. Ну, в общем, я отчаянно счастлив в общении с этими чуваками. Собака, ну, конечно, прежде всего, ответственность, если вы собираетесь это делать. Ее надо учить, лечить, кормить. Но прежде всего, это все называется любить, в том числе. Ну, вот, поэтому прежде всего подумайте об этой шутке. Собаки никогда не предают людей. Люди предают собак. Никогда собака не предаст. Кем? Каким-то бедняком. И крем-то не может. Наши уроки и вообще наш посетительский проект направлен как раз на то, чтобы менять менталитет, менять отношения, понимание, осознанность, да, другую проявлялась, чтобы она по-другому. Вот, надеюсь, со временем это получится. Дорогие друзья, надеюсь, этот выпуск вам понравился. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. А есть ли у вас домашние питомцы? Напишите об этом в комментариях. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok